У нас не было государства. Мы получили эту перспективную независимость. Мы должны были еще стать независимыми и суверенными в том числе. Но мы этого тогда не имели. Можно было об этом говорить, но это выглядело бы, знаете, как в свое время коммунистические времена. Помните основной лозунг. Все всем и бесплатно. Поэтому тогда, может быть, и не стоило об этом говорить. Можно было говорить о независимости, о суверенитете как борьба за это. Мы еще должны были создать государство, а потом уже говорить вот так вот, как мы говорим сегодня, о будущем Беларуси как независимого государства. Я так это понимаю. Сегодня настал момент. И мы можем об этом уже сказать, имея свое государство, Беларусь, созданное. Опять же, вы можете со мной соглашаться, не соглашаться. Правильно мы что-то сделали, неправильно. Но, наверное, согласитесь с тем, что мы живем в своем государстве. И сегодня реально обеспечить нашу Беларусь в будущем, в ближайшем будущем, уже после президентских выборов надо выполнять этот лозунг, как вы сказали, независимость, можно о независимости говорить. Не потому, что меня настораживает, как вы часто пишете, Россия, Путин и так далее в связи с украинскими событиями. Я абсолютно, абсолютно честно вам говорю, не рассматриваю будущее под этим углом зрения. Хотя, однажды, когда, по-моему, на пресс-конференции или где-то с российскими журналистами меня начали доставать, боитесь вы этого, не боитесь, я им прямо сказал, мы поры держим всегда сухими. Неважно, кто посягнет на наш суверенитет и независимость. Но, я еще раз подчеркиваю, с Россией мы будем воевать только тогда, когда мы сами развяжем эту войну. Никогда Россия не будет воевать с Беларусью. Никогда. Во-первых, это не нужно, нет этих причин. Во-вторых, это не просто контрпродуктивно для самой России, это просто и не просто ущербно для самой России, это катастрофа будет для самой России. Поэтому, я еще раз подчеркиваю, да и вы в это не верите. Я не знаю, почему вы часто об этом пишете, ай-яй-яй, вот в Украине так, следующее мы. Глупость полная. Ни по каким критериям, ни по каким параметрам, направлениям Россия сегодня даже не рассматривает вопрос лишения нас суверенитета или независимости. Тем более, в той политике, которую мы проводим. Беларусь осталась единственным честным, порядочным и надежным союзником Российской Федерации. Ну, про Украину так само никто два года тому не мог подумать. Так само брати, братские народы и надоби. И вот в этом заданном тренде, вот в этой колее. Сегодня мусолится этот вопрос. Я знаю глубину вопроса, простите меня за нескромность. Я знаю, как развивалась ситуация. Даже тогда, когда не писали об этом. Помните, по Крыму. Россия ведь говорила, это сейчас подчеркивается, что мы в Крыму зеленые эти человечки и так далее и тому подобное. Мы к этому не имеем отношения. А потом Путин заявил, что это был его план. Помните? Помните? Но вы, наверное, не помните. Поднимите мое первое заявление по Крыму. Это выборы у нас какие-то шли. По-моему, парламентские выборы. И вы, в том числе, прижав меня к стенке, начали пытать. А прошло-то всего несколько дней. Возьмите мое заявление и почитайте. И тогда вы убедитесь, что уже тогда, в первые дни, когда вообще никто не понимал, что произошло, я сказал то, что могу повторить, и это будет актуально сегодня. Поэтому вы просто не знаете, что там происходит. И если вы хотите мне задать вопрос, а вы скажите, что я вам сегодня не скажу. Это не в интересах нашего государства. Сегодня выворачивать публично наизнанку эти вопросы. Думаю, вы меня поймете. Поэтому, хотя кое-что я так штрихами говорил и в адрес украинской власти, и сейчас сказал, не надо было подставляться. Может, кому-то и хотелось что-то. Но вы подставились. Во-вторых, ваша земля? Вот представьте, завтра кто-то решил отрезать кусок Беларуси, ну, до Припяти хотя бы, полесье белорусское, взять и отрезать. Вы предполагаете, какая бы была моя реакция и как бы реагировал наш народ? Мы бы воевали за каждый метр нашей земли и погибали на этой земле, потому что это наше. Вы, наверное, помните, когда я упрекнул власти, это я делаю публично, украинскую. И, кстати, когда первая встреча у меня состоялась по нашим обязанностям президента Турчину, я ему об этом сказал. Но если это ваша земля, вы считаете Крым своим, почему вы не воевали за эту землю? Тем более там войск украинских на начальном этапе было немало. И они были рассредоточены по всему полуострову. Российские же войска находились в основном в Севастополе. И с точки зрения военного искусства преимущество было на стороне украинцам. Почему не воевали? Что, признали, что не ваша земля? Или еще какая-то причина? Слишком много там хитросплетений, слишком глубоко зарыты причины всего того, что происходило в Крыму и сейчас на Донбассе. И слишком много всего того, о чем не принято пока говорить публично. Но это не значит, что мы эти проблемы не обсуждаем в таком доверительном, дипломатическом, закрытом режиме. С Порошенко, Путином, западными политиками, американцами теми же и так далее и тому подобное. Можно дать докладню, как бы больше не вертаться до этого? Потому что многие в социальных сетках мы сейчас написали, и многие задают питание, просят меня. Что делать, когда Моторолы там нету, Гимми, некие такие, Гиркины, придут белорусам. Что делать? Я почувал от вас воевать, взмогаться, помирать. Правильно я вас разумеваю? Если сюда придут с мечом, от меча и погибнут. В этом главнейшая обязанность президента Беларуси. Вот вы меня часто критикуете от рабочих мест, зарплаты и так далее и тому подобное, забывая о том, что в том числе и вы должны этим заниматься. Ну, прежде всего, гражданин должен сам за себя породеть, чтобы семью накормить. Но главнейшая обязанность президента – это безопасность общества и государства. Вот это главное. Вы знаете, можно месяц или два, или три, или полгода не получать зарплату, и народ тебе это простит. Но если ты сдашь суверенитет и независимость государства, ради чего тебя избирают прежде всего? Вот это народ никогда не простит и не забудет.